Привет! А вы автомобили каких марок предпочитаете? Японские, французские, американские? А что скажете о корейцах? Kia и Hyundai подкрались незаметно и откусили огромный кусок рынка у конкурентов. Вы на канале компании «АвтоСтронг» и сейчас увидите подробнейший обзор Kia Ceed второго поколения. Марки Kia и Hyundai сделали огромный рывок на всех рынках. Успех этих автомобилей произошел 15 лет назад, благодаря чему удалось получить любовь и доверие покупателей. Каэйцы пошли на хитрость. Они предложили невиданную гарантию в 150 000 километров или 5 лет. На некоторых рынках эта гарантия была ещё больше, и ей был защищён второй и третий покупатель этих автомобилей. Ну а как поживают Kia и Hyundai? Спустя 10 лет на все эти вопросы нам ответит Kia Ceed второго поколения. Корейские кузова оказались прочными и неприхотливыми. Ржаветь они не спешат, а вот в передней части крыши над лобовым стеклом камушки оголяют металл, и он начинает ржаветь. В гарантийный период крышку багажника перекрашивали по гарантии, потому что на ней появлялись точки ржавчины. Со временем крышка начинает ржаветь по бокам. Вот как в нашем случае. Ещё задние фонари протирают краску на кузове вокруг себя. Те владельцы, которые знают об этой проблеме, снимают задние фонари и проклеивают места протирания бронированной плёнкой. Также ржавчина на язычке замка багажника не такая уж и редкость. Но пока эта проблема носит только декоративный характер. Некоторые владельцы зачищают и красят это место. Похожая ситуация проявляется и на салазках передних сидений, а именно в районе крепёжных болтов. Ситуация аналогичная. Либо не обращать на это внимания, либо же зачищать и красить. На некоторых сидах резиновый уплотнитель двери протирает краску в дверном проёме. Это происходит из-за того, что на резиновом уплотнителе напротив места протирания есть резиновый грибок, а краска протирается вот в этом месте. Если Kia Ceed эксплуатировался без передних брызговиков, то антигравийная обработка грязью счищает краску на порогах. Это отчётливо видно, то есть особенно видно на автомобилях тёмных цветов, потому что грунт под краской белый, а вот обычный слой антигравийной обработки хорошо защищает пороги. По гарантии дилеры обновляли передние сидения, потому что у них то поясничный подпор разваливался, то отказывал подогрев спинки, иногда даже с прогоранием. Вот это, кстати, актуально для автомобилей, которые были собраны в Словакии. Штатный мат обогрева обойдется в 120 долларов. Обивки верхней части сидений по 20 долларов, но они исчезли из продажи. Иногда на сидах начинает хрустеть подлокотник, который встроен в обшивку двери. Это происходит из-за того, что пластиковая основа подлокотника трескается. Умельцы проклеивают пластиковую основу изнутри, но перед этим придется снимать обшивку двери. По гарантии на сидах до 2014 года меняли наружное уплотнение боковых стекол, да и сами стекла. Проблема в том, что их конструкция была такова, что в них, как в ловушку, залетала грязь, пыль, камушки, песок и царапалось стекло при опускании. На многих Kia Seed по гарантии меняли трапецию дворников. Сначала трапеция начинала скрипеть, затем скорость дворников снижалась, а затем трапеция закисала и дворники переставали двигаться. Там с завода очень мало смазки. Вдобавок она еще и вымывается водой, которая попадает в жабо. Затем получается коррозия и поводки дворников снимаются с очень большим усилием. В общем, пока трапеция работает, ее нужно очистить и щедро смазать смазкой. Со стороны пассажира по джабо заходит трубка стеклоомывающей жидкости. Так вот, при любом удобном случае советуем установить хомуты на тройник стеклоомывателя, чтобы прочно закрепить его трубки. Трубки слетали даже на новых «Сидах» и продолжают это делать до сих пор на старых. Рестайлинговый Kia Seed второго поколения порадовал своих владельцев наличием светодиодных ходовых дневных огней, а затем и огорчил, потому что они начинали сначала моргать, а затем и переставали светить вовсе. Фары меняли по гарантии, но многим владельцам пришлось решать эту проблему за свой счет. Как оказалось, проблема заключается не в светодиодах, а в драйверах, то есть в управляющих платах. Умельцы предложили альтернативные платы-драйверы, которые работают лучше оригинальных, но для их замены придется проделать отверстие в пластиковом корпусе фары снизу для соединения со штекером новой платы. Kia Seed в богатых комплектациях оснащена безключевым доступом, но иногда он перестает работать. Перестает он работать из-за того, что из строя выходят антенны, которые находятся в передних ручках, а также в крышке багажника. В ряде случаев антенну можно отремонтировать, а вот новая антенна стоит $70. Владельцы автомобилей Kia Seed с бензиновыми двигателями частенько борются с неприятными вибрациями, которые сопровождаются еще и мерцание света в салоне. А причина – неисправная обгонная муфта генератора. Обгонная муфта стоит $120. Но ее обычно меняют просто на обычный шкив, который стоит в 10 раз дешевле. А теперь поговорим о моторах. В отличие от предшественника, никакого 2-литрового двигателя на Kia Seed второго поколения не ставили. Почти все Kia Seed второго поколения, которые ездят по нашим дорогам, оснащены 1,6-литровым атмосферником G4FG. Почти такой же устанавливали на Kia Rio, но этот мотор мощнее, выдает 130 л.с. и оснащен двумя фазовращателями. Это совершенно нормальный двигатель, но поначалу в его надежности сомневались. Но это утверждение не подтвердилось и ходит этот мотор более 300 тысяч километров. Но с этим утверждением не согласятся те, кто эксплуатировал этот мотор с первых километров и столкнулся с разрушением катализатора при пробеге в 70 тысяч километров. А разрушение катализатора и засасывание пыль в цилиндры приводит к задирам. В такой ситуации очень важно избавиться от катализатора. Вообще удаленный катализатор при пробеге в 150 тысяч километров – это нормальная ситуация для этого автомобиля. Больше и дольше катализатор не служит. Но, естественно, бывают исключения, если автомобиль эксплуатировался исключительно на очень качественном топливе. Если у вас есть сомнения в здоровье мотора, то тогда лучше всего заглянуть под крышку маслозаливной горловины. Черные отложения покажут, что на моторном масле экономили. А ещё лучше всего просмотреть все цилиндры эндоскопом. Задиры и следы масложора отпугнут от покупки. Ещё сомнение должно вызвать дизеление мотора. Посторонние звуки здесь издают не фазовращатели, а шуршащие поршни при перекладе в верхней мёртвой точке. В приводе ГРМ использовалась цепь, которая растягивалась при пробеге в 120 тысяч километров. В 2015 году этот узел модернизировали и ресурс увеличился вдвое. Причём, новой цепью были оборудованы не только новые моторы, но и стали оборудованы старые моторы, потому что владельцы и сервисмены устанавливали новый комплект цепи ГРМ на старые моторы. При замене цепи стоит измерить и по необходимости отрегулировать тепловые зазоры гидрокомпенсаторов. В этом двигателе нет. В остальном этот мотор служит без особых проблем и беспокоит по мелочи. Ну там чистка дросселя, катушки зажигания, запотевание по прокладкам и сальникам. Лучше менять в нём масло каждые 10 тысяч километров, а ещё лучше каждые 7500 километров. Это отсрочит масложор, а также увеличит ресурс мотора. Второй по популярности двигатель на Kia Ceed второго поколения – это мотор объёмом 1.4. Но до рестайлинга и после рестайлинга они немного разные. До рестайлинга на Ceed устанавливали 1.4-литровый мотор. Это уменьшенная копия двигателя 1.6. Все моторы относятся к семейству Gamma. Особенности у них одинаковые. После рестайлинга появился новый базовый атмосферник объёмом 1.4 из семейства Kappa. У этого двигателя есть гидрокомпенсаторы, то есть тепловые зазоры там регулировать не надо и никаких страшных проблем при эксплуатации не возникает. А теперь вернёмся к 1.6-литровым моторам. Редко на автомобилях Kia Ceed второго поколения можно встретить двигатель с непосредственным впрыском. Но на автомобиле Kia Ceed версии GT такой двигатель устанавливался. Его мощность 204 лошадиные силы. Этот двигатель из семейства Gamma, то есть близкий родственник двигателя 1.6 с распределённым впрыском. Этот мотор при заправке плохим топливом может раскрошить поршни, а также были случаи выхода от турбокомпрессора в гарантийный период. Очень редко встречаются дизельные Kia Ceed. А зря, ведь моторы объёмом 1.4 и 1.6 хороши. Тут вам и надёжность, и бодрая тяга, и экономичность. Кстати, у нас на канале есть подробный обзор такого мотора. Ссылочку вы найдёте в описании. Поговорим про МКПП на Ceed, потому что за ней надо приглядывать. С возрастом появляются течи масла по сальникам. Самая страшная течь масла – это по сальнику первичного вала. О ней водителю подскажет пробуксовка сцепления, а также обширное масляное пятно на стыке трансмиссии и двигателя. Кстати, буксующий диск сцепления тоже придётся заменить, так как он будет подгоревшим. Чтобы защитить механику от выдавливания сальников, советуют заменить резиновый клапан, который находится под колпачком сапуна. Он находится сверху трансмиссии. Именно из-за этого клапана трансмиссия не проветривается и создаются условия для увеличения давления воздуха в ней. А вот даже сам сальник первичного вала не раз модернизировали и меняли по гарантии. Ещё со временем возникает затруднённое включение передач. Забежим вперёд и скажем, что передачи включаются с затруднением из-за того, что сцепление не размыкается полностью. В этом случае загляните под педаль сцепления. Там вы увидите, что который вставлен в цилиндр сцепление и ушко, которое цепляется за педаль, будет разбитым. Именно из-за этого сцепление не размыкается полностью. Шток можно поменять. Стоит он 20 долларов. Найти его можно в каталоге модели Cerato. А вот умельцы не покупают шток. Они устанавливают втулку в изношенный. Также в трансмиссии стоит менять трансмиссионную жидкость почаще, чтобы продлить её ресурс. Киа Сид на автомате стоит смело брать. Однако нужно убедиться, что трансмиссия не пинается. Ну и историю замены АТФ тоже нужно знать. До 2016 года ЭБУ этой трансмиссии перепрошивали, чтобы смягчить последствия некорректной работы датчика температуры АТФ. Речь идёт о трансмиссии А6GF1. Вы можете в неё заглянуть, посмотрев обзор на нашем канале. У нас есть отличнейший, подробнейший обзор этой мощной трансмиссии. Этот корейский автомат с японскими корнями без проблем пройдёт 250 тысяч километров. Создан он на базе трансмиссии от Mitsubishi. А замена масла каждые 60-80 тысяч километров значительно облегчит жизнь гидроблоку. Если не увлекаться чрезмерным педалированием, то и гидротрансформатор скажет спасибо. А вот о замене фильтра даже до капремонта не мечтайте, потому что он находится глубоко в корпусе трансмиссии. Ещё на Сидок встречаются преселективные трансмиссии, то есть робот с двойным сцеплением. Трансмиссия D6GF1 – это разработка компании «Люк». Её опционально получили автомобили с двигателями 1.6 GDI и TGDI. А на более редких дизельных сидах устанавливали робот D7GF1. Это корейский робот, его разработала компания «Даймос». Хоть эти трансмиссии имеют разное происхождение, но проблемы с сервоприводами сцеплений, с износом самих сцеплений, а также с пинками при переключении передач им характерны. Некоторые шероховатости удавалось убрать с помощью обновлённых прошивок. А вот если не помогало, то коробку целиком меняли по гарантии. На некоторых машинах встречаются неполадки с системой климат-контроля. У нас в данном случае климата нет. Показать, как диагностировать не сможем. Как это происходит? Например, с одной стороны с водительской печка жарит духота, а с пассажирской дует холодным воздухом. Продиагностировать систему климат-контроля можно, зажав кнопку «Ов» и четыре раза нажать на кнопку обдув в лицо. В таком случае, скорее всего, появится ошибка 20, которая указывает на проблему с потенциометром заслонки смешивания холодного и горячего воздуха. А потенциометр находится с водительской стороны и его можно оживить чисткой. Если рулевые кнопки начали барахлить, то есть не срабатывают совсем, либо срабатывают через раз, то тогда надо разобрать руль до кнопок и почистить их контакты. Рулевой шлейф здесь пока не подводил. А сейчас мы поедем на СТО, чтобы подробнее рассказать об этом автомобиле. И у нас суперновость. Теперь в «АвтоСтронг-М» вы можете купить не только супер-мега качественные БУ-запчасти, но и новые автозапчасти. Так что обязательно звоните нам, пишите в мессенджеры, также заходите на наш сайт. Ждём! Ну что, мы на СТО и начинаем. Подвеска у Kia Ceed 2-го поколения стандартная для автомобиля C-класса. Спереди стойки «Макферсон», сзади четырёх рычажка. Хотя у его родного брата Kia Cerato задние колеса держатся за полузависимую балку. Расходники в этой подвеске тяги стабилизаторов служат примерно 60 000 км. Оригинальные оригинальные обойдутся от 25 до 40 долларов. Ненамного дольше служат и рулевые наконечники. Оригинал обойдётся в 25 долларов. Далее просятся на замену детали задней подвески. Сайлентблоки продольных рычагов служат долго. По оригиналу можно купить любой сайлентблок задней подвески отдельно. Стоимость от 35 до 70 долларов. Ступичные подшипники Kia Ceed 2-го поколения служат примерно 150-200 000 км. Они являются единой деталью со ступицей. Поэтому стоимость соответствующая 180 долларов за передние, 100 за задние. Заменители по более приятным ценам предостаточно. Передняя подвеска крепкая. Рычаги, сайлентблоки и шаровая опора продаются по оригиналу и меняются отдельно. Порядка 100 000 км служит задний сайлентблок. Он обойдётся в 32 доллара. Шаровая опора стоит 25 долларов. Опорные подшипники стоек стоят по 30 долларов. То есть цены на оригинальные запчасти подвески очень сладкие. На многих Kia Ceed загоралась ошибка по системе ABS, а диагностика указывала на обрыв проводки либо замыкание в одном из задних датчиков. Действительно, в большинстве случаев проблема в обрыве проводки. Причём обрыв не виден, так как он происходит внутри оплётки, то есть лопается жило. Самое проблемное место – это изгиб под ступицей. Если у вас умелые ручки, то можете попробовать восстановить разрыв. Умельцы либо меняют весь кабель целиком, либо на удачу вскрывают штатный кабель и восстанавливают его нижнюю часть. Электрическая рулевая рейка никаких проблем не предвещает. Она стучала в гарантийный период, и дилеры её ремонтировали заменой втулки, которая исключает люфт и стук рейки. Ну что, как мы и говорили в начале, лет 15 назад корейцы сделали мощный рывок и стали очень крутыми игроками на автомобильном рынке. Машина простая, надёжная и не требующая дорогого обслуживания. Если вы хотите, чтобы мы и дальше делали такие классные обзоры, то нам обязательно нужна ваша поддержка. Обязательно подпишитесь на наш канал, нажмите колокольчик, поставьте лайк этому видео, напишите комментарий и поделитесь этим видео в соцсетях. Помните, что поддержка нашего канала – это плюс 500 000 км к ресурсу вашего автомобиля. С вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг-М».